Я помню, насколько тогда эта вся кадыровская пропаганда, муфтият, куфрият, шуфрият, министерства, ведомства, все просто там в один голос кричали, объясняли, что во всех мечетях, что это вообще нельзя, это не исламский подход, это что-то там прямиком в ад, что как только нам об этом не рассказывали. Видел сегодня видео, как в Украине один из кадыровцев отправлен туда воевать кадыровым, совершил самоподрыв, взорвал гранату, видимо, чтобы не попасть в плен, и была рассылка там всего фотографий, ему желали там прощения. Вот удивительная, знаете, вещь, у меня на моей памяти настолько свежо вот эта вот, свежая эта картина, когда я даже помню, когда именно вот впервые я с этим столкнулся, с этим явлением, я только там поехал куда-то, это 2000, по-моему, восьмой или девятый год, я поехал, отдохнул на море, приехал такой весь отдохнувший, и выйдя там на улицу к себе во двор, я услышал мощный взрыв, такую волну прям. А в этот момент в драматическом театре, это сегодня, я не знаю, как он сегодня там, не помню, называется, театральный концертный зал, по-моему, в центре, бывший драматический театр, а там проходил какой-то концерт, это рядом, я жил прям по этой улице, и я понимаю, что там концерт, я вышел, значит, на улицу, смотрю, там какая-то суета, дым, что-то там, и у нас же работает в обратном направлении вот это инстинкт самосохранения, у нас любопытство всегда берет вверх, я пошел туда посмотреть, что произошло, и чем ближе я подходил, я все больше понимал, что там произошло, там подорвался человек, он совершил самоподрыв, он подошел, как можно там поближе к этим, к оцеплению, и взорвался, там погибло несколько сотрудников кадыровских, и погиб абсолютно мирный человек, по-моему, из Узбекистана или Таджикистана, не помню, он на таксофоне, подошел к таксофону, что-то звонил, в общем, его тоже осколком поразило, я тогда впервые увидел фрагменты человека, который там сам себя подорвал, надеюсь, ютуб не заблокирует это видео за такие подробности, так вот, это было, для меня это был такой стресс, не знаю, для психологически это принять очень сложно, что человек пришел, сам себя взорвал, и после этого такая череда вот этих вот самоподрывов пошла, они прям там кто-то на велосипедах подъезжал, взрывался, кто-то там девушка рядом с машиной ГАИ, в общем, целая череда таких вот самоподрывов пошла, и я помню, насколько тогда эта вся кадыровская пропаганда, муфтияд, куфрияд, шуфрияд, министерство, ведомство, все просто там в один голос кричали, объясняли, что во всех мечетях, что это вообще нельзя, это не исламский подход, это что-то там прямиком в ад, что как только нам об этом не рассказывали, и вот проходит, сколько там, 10-12 лет, и какой-то кадыровец отправлен, значит, туда кадыровом, в качестве пушечного мяса, он, чтобы не попасть в плен, берет гранату, себя взрывает, и вместо осуждения этого места рассказывал, что он прямую отправится в ад, мы видим, как его фотографию размещают, пишут ему там пожелания, чтобы он ему, Всевышний его простил, соболезнования какие-то, вот насколько сам кадыров, наверное, не мог представить, что настолько все поменяется, ему придется через какое-то время совершенно другую полстинку играть, вот, но я вообще к чему это привел, видите, опять мы видим картины, тяжелые картины с фронта, с поля боя, и мы не видим на этом поле боя, мы не видим тяжелых этих картин с участием детей Кадырова, детей Иудова, детей Делимханова, детей прочих кадыровских чиновников и этой Шушеры, мы не видим. Происходит, понимаете, вот там происходит эта жесть, этот трэш, это ведь тяжелые кадры, как бы там ты к ним не относился, но когда ты видишь, как он берет гранату, ее засовывает себе в зашиворот, там и как-то уже в таком абсолютной безнадежности такой руки откидывает, как бы ждет, когда она сдетонирует, это тяжелая такая для восприятия картина, понимаете, и вот ты видишь эту картину, и потом ты видишь, как кадыровский сын жрет резину на своей BMW, ты видишь, как кадыров там на каком-то мероприятии, концерте, что-то там кому-то вручает, какие-то награды, как он веселится под музыку, ты видишь других каких-то там кадыровских приближенных, это настолько резонирует, это настолько разные, разные миры, и неужели вы, вы не понимаете, что вот эти вопросы, которые я задаю, то, о чем я сейчас говорю, это ведь то, о чем думают вот те, кто там, кого вы туда отправили, как вы думаете, о чем думал, что про вас думал человек, который эту гранату взорвал у себя, зашиворот себя закинул, как вы думаете, что он о вас думал, было бы неплохо, если бы в этот момент им давали бы там какие-то последние слова, у них была бы возможность сказать, кстати, лайфхак для вас, кадыровцы, которые там находятся, на фронте воюют, если у вас уже такая ситуация, вы там решили самоподрыв совершить, напоследок какой-нибудь запишите, послание оставьте для этих хозяев ваших, которые вас туда отправили, как пушечное мясо, дайте им какой-то фидбэк от этой авантюры, все равно вам уже терять нечего, вы уходите из этой жизни, вы достаете телефон, запишите это как-нибудь, кому-нибудь в руки, может быть, это попадет к украинцам, кому бы это не было, как-то, если это обнародуется, это будет хорошее, это будет хорошее последнее слово, которое вы оставите, а я уверен, что вам есть что сказать, даже в этот экстремальный последний момент, я уверен, что вам есть что сказать об этих людях, скажите, чтобы не только мы об этом говорили, чтобы они понимали, что вы о них думаете, где можно посмотреть видео, на разных каналах, его опубликовали, а сейчас не знаю, где именно, но я думаю, что ты на многих каналах чеченских увидишь это видео, это очень тяжелые, на самом деле, кадры, еще знаете, вот кадыровские дети, трое из них, старшие, Ахмат, который сейчас министр по делам, министр спорта, он по-моему, вот этот Ахмат, потом этот Али, Эли, который ждет у нас резину на боевое, и вот этот Шах-Взаде, Адам, все трое, каждому из них пафосным образом, там, это, демонстрируя, освещая, по местному каналу, повязывали эти пояса символические, символизирующие достижения совершеннолетия парня, что теперь он обязан, это нам еще вот так объясняли, то есть, это не наши додумки, это не я вам объясняю, что значит этот обряд, а это они нам на этом вот этом пафосном своем мероприятии, они нам объясняли, что эти пояса, это не просто так, говорил нам дядя Кадырова, брат Ахмада, самого старшего Кадырова, он говорил, это не просто так, мы повязываем, он повязывал, кстати говоря, и объяснял, это означает, что теперь, когда нужно будет выйти на защиту села, значит, родины, этот молодой человек обязан выходить, три пояса повязаны, получается, простаивают зря, почему, почему, если родину сейчас надо защищать в Украине, почему они не защищают, для чего вы повязывали эти пояса, давайте, Иудов, где твой сын, почему он может быть заместителем министра, он, кстати, заместитель, если вы не знали, он заместитель того самого Ахмада, старшего сына Кадырова, почему, почему он сидит в кабинете удобном, а какой-то отправленный вами на фронт чувак вынужден сам себя подрывать, чтобы не попасть в плен, почему так происходит, почему такая несправедливость, 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 он уважает, на фронт здравствуйте, в assets будем headed